Здравствуйте! В эфире ночные новости ТВК. В студии Юлия Афанасьева и сегодня выпуски. Автор проверки новостей ТВК увидела крысу на комбинате питания. Директор предприятия Артём Бадюков заявил, что грызуна подкинули журналисты, а вечером уволился. О специфике работы школьных комбинатов питания мы спросили специалиста, который уже 20 лет в этой сфере. Ответы на самые острые вопросы во второй части выпуска. Сирена и сильный ветер, сразу несколько предупреждений от спасателей. А эксперты проверили качество творога. 5 из 13 образцов фальсификат. Как не ошибиться в выборе? Просьба не пугаться. Уже завтра в Красноярске и Крае проверят систему оповещения. Проводить учения будут в два этапа. С 15.00 до 15.30 и с 16.00 до 16.30. Сначала проверят систему по Краю. МЧС передаст учебные сообщения через радио и телевидение, в том числе через наш канал. Информационные сообщения пустят по ТВ, а затем по всему городу включат электросирены. Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к предстоящим учениям. Также МЧС предупреждает красноярцев об ухудшении погоды. Завтра порывы ветра в центральных и южных районах Края могут достигать 18 метров в секунду. Также стоит опасаться наледи на дорогах. Из-за перепадов температура она сохранится и на загородных трассах. Добавлю, в некоторых районах Края только что устранили последствия шторма, который был в минувшие выходные. 12 тысяч нарушений в день. Именно столько фиксировали камеры в ходе трехмесячной тестовой работы. В середине октября на 25 точках появились новые приборы фиксации нарушений, которые в отличие от обычных камер могут ловить нарушителей на пересечении сплошной и стоп-линии, а также на движении по полосе для общественного транспорта. В боевой режим новые приборы переведут в ближайшие две недели. Водители уже должны сейчас соблюдать правила дорожного движения. И, соответственно, если они будут соблюдать, то им так называемые письма счастья не будут приходить, вне зависимости от того, когда заработают приборы. Компания «Спецпромпроект», которая выполняла ремонт на проспекте Мира в этом году, намерена и в следующем году продолжить работать на этом же объекте. Об этом новостям ТВК рассказал генеральный директор компании. И, по его словам, все, что не доделали сейчас, они сделают в следующем сезоне. И плюс к этому компания будет претендовать на контракт и на новый объем работ. Есть два варианта. Либо мы это как в рамках гарантийных каких-то обязательств выполним на следующий год, либо уже будем работать с коллегами, которые выгодят контракт на благоустройство. Ну, возможно, это мы будем. Если мы сделали какую-то часть дороги, ну, скажем так, не показали той самой картинки, которая необходима, то было бы, наверное, разумным этот контракт отдать именно нам, чтобы вот как раз-таки завершить то, что мы начали. У нас действительно, да, штрафы есть, вот, но, как говорят в определенных кругах, суд покажет. Напомню, накануне в прокуратуре сообщили, что усмотрели признаки мошенничества в особо крупном размере при ремонте центральных улиц. Выяснилось, что, например, заявленной полимерной решетки в дорожном полотне нет. Но заказчику это не помешало частично платить работы. По всем выявленным нарушениям в мэрию было направлено представление. И вот как на такое развитие события отреагировал исполняющий обязанности первого заместителя главы города Владислав Логинов. Нарушать законодательство нельзя, могу прокомментировать. Нарушать его не надо, и тогда прокуратура ничего выявлять не будет. Представление получили? Я не получал представление. Это получил соответствующий орган, соответствующий заказчик. Поэтому я думаю, что с этим представлением они сейчас и работают. Пролезли через забор и соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы. И все это журналисты ТВК. Эти слова Артема Бадюкова, депутата Единоросса и руководителя комбината питания сегодня обсуждают все активные пользователи соцсетей. Скелет грызуна обнаружила автор проекта «Проверка» Екатерина Кашучик во время съемок очередного выпуска программы. Но Бадюков уверен, крысу подкинули. Подробности этой истории прямо сейчас. «Перелезли через забор, прибежали в мясной цех. Там на скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне ретро-холодильника. Задали много вопросов в духе шариков стайл. В этом они боги. Говорили отчаянно и энергично. Все сняли и счастливые уехали. Вот только крысу забыли забрать. Но мы вернем. Нам чужого не надо». Такой текст на своей странице в Фейсбуке сегодня опубликовал депутат от Единой России и по совместительству директор комбината школьного питания Артем Бадюков. В провокации Бадюков обвинил журналиста новостей ТВК Екатерину Кошучик. А вот как это было. «Крыса дохлая валяется. Это нормально?» «Где там крыса дохлая валяется?» «Пойдемте покажем». «Пойдемте». «Там прям скелет, лапки, хвостик, все видно. Откуда у вас крыса дохлая?» «Я не знаю». «Ну как она к вам попала? Вы почему не смотрите? Это же ваше помещение, они открыты». «Я вам ничего не слышу». Напомним, Артем Бадюков стал директором комбината в июне. Его назначил уже бывший мэр Красноярской Тхам Акбулатов. Тогда говорили, что должность депутат получил в обмен на голос на выборах главы города. Сам Бадюков свой бизнес начинал с солярия. Впозже избрался в горсовет от партии «Патриоты России». В сентябре этого года Бадюков политическую ориентацию сменил. Из «Патриотов» ушел в единороссы за этот самый голос. «Смотри, в каком они ужасном состоянии, родители! Эти люди готовят вашим детям еду». Кстати, эти комбинаты питания мы не раз снимали. В каждом были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. «Ни одного стеллажа на полу открыто, крысы могут бегать спокойно. И здесь дети получают пирожные и кондитерские изделия». После объединения комбинатов, а они обслуживают 57 школ, на модернизацию выделили деньги из бюджета – почти 15,5 миллионов рублей. Сделали ремонт, но жалобы на комбинат посыпались вновь, на этот раз от родителей. Людей не устраивало ни качество питания, ни цены. Но на жалобы они получали агрессивные ответы все в том же Фейсбуке от Бадюкова. «У вас откровенно низкое качество питания. Учитывая отсутствие конкуренции, мы вынуждены бороться только отказом от вашей еды. Вам нужно срочно повысить квалификацию поваров, ужесточить контроль за саннормами». «У вас двойка по обществознанию? Даже школьный курс способен ликвидировать страшные пробелы в образовании и сформировать объемную картину социального мира, закономерности существования общества в целом». «Люди с высоким IQ, им нужен собеседник с высоким IQ. Есть люди, на базаре хотят прийти поругаться, поторговаться. Это в крови есть у некоторых. Им нужен собеседник по своему уровню. Я в этом вообще не вижу никакой сложности. По-моему, это текущий нормальный процесс». После такой реакции на критику людей, совсем неудивительно, что Бадюков так реагирует на журналистов. Это в его стиле, и он имеет право. А мы свою проверку покажем в следующую среду в новостях ТВК в 20.00. Маргарита Дюбанова, Николай Чистяков, Новости ТВК. «Ну вот что на эту тему пишут в социальных сетях. Каждый хочет заработать больше, чем уверенно, что люди, которые организовывают питание в школах, своим детям кушать эту бурду запрещают. Но на секунду допускаем, что он говорит правду. Выходит, у тебя в мясном цеху такой проходной двор, что любая толпа зайти может и с едой что угодно сделать. А если отравить толпу хотят и подкинуть что-то заразное, копай себе яму дальше. У одного сахар виноват, у другого журналисты с крысой. Они сами априори не могут быть виновны, что ли, спрашивают наши подписчики. Но вот сегодня вечером стало известно, что Артем Бадюков написал заявление об увольнении. Об этом новостям ТВК сообщила депутат ЗАГСобрания Елена Пензина. Я разговаривала непосредственно с руководителем Бадюкова. И он мне подтвердил о том, что Бадюков написал заявление об увольнении. И это заявление будет подписано. При этом в мэрии уверяют, заявление от Бадюкова сегодня не получали. Узнать, так ли это у самого Бадюкова, сегодня было невозможно. На звонки он не отвечает. А вот в мэрии решили узнать мнение родителей и детей о школьном питании. Как сообщили в прислужбе управления образования, предложение можно внести по изменению меню и ценам, оценить качество блюд, сообщить о фактах нарушения норм СанПИНА и даже попросить проверить то или иное образовательное учреждение. Опрос детей и родителей пройдет с 9 ноября по 28 декабря. Высказать мнение можно по телефону горячей линии 226-13-56. Звонки принимаются в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Также можно оставить сообщения на сайте управления образования или опустить письменное сообщение в специальные ящики, которые уже появились во всех образовательных учреждениях города. Ну а далее несколько минут рекламы, не переключайтесь. Вы смотрите Ночные новости ТВК и мы продолжаем. Нарушения, низкое качество и крысы в помещении. Кто должен за этим следить? О специфике работы школьных комбинатов питания мы сегодня спросили у специалиста, который работает в этой сфере 20 лет. И вот ответы на самые острые вопросы. Часто ли на комбинаты питания приходят надзорные органы с проверкой? Проверка плановая бывает раз в три года. Это проверка со стороны органов Роспотребнадзора. Но внеплановые проверки, они проходят по случаям. По случаям кишечной инфекции, по случаям каких-то заболеваний детей. До 2018 года плановых проверок, насколько я знаю, не запланировано вообще. Труп крысы на комбинате питания – это исключение из правил или норма для таких заведений? Я думаю, что это не единичный случай. Тем более, если это застаревшая, так скажем, вещь, то это говорит о полной антисанитарии на комбинате. Потому что генеральная уборка раз в неделю обязательно должна быть. А ежедневные уборки, то есть мытье полов, дезинфекция, диротизация какая-то, она вообще ежедневная. Выдавливают ли предприниматели с рынка детского общепита? У нашего предприятия, ну так скажем, забрали работу. Мы работали в школах Солнечного, в школах Северного. Сейчас у нас на сегодняшний день осталась одна школа. Директора школ под влиянием руководства, управления, образования, заключили прямые договоры без проведения конкурсных процедур. Муниципальные комбинаты намного дешевле, чем участники. У комбината питания цены даже повыше на сегодняшний день, чем у предпринимателей. Но отказываться от комбината питания нельзя ни в коем случае, а нужно просто улучшить работу. Скорее родишь, чем попадешь на прием к гинекологу. На одной из лучших женских консультаций в Красноярске жалуются пациентки. Говорят, не дозвониться до регистратуры и не дождаться приема. В чем проблема, выясняла проверка новостей ТВК. Смотрим. Снова и снова просто сбрасывают. Последняя попытка. Пациентов довели просто. Вы послушайте, как ругаются за место в очереди. Если проверка начинается в машине, значит проверяем мы медицинское учреждение. Сегодня это женская консультация номер 3. Проверяем регистратуру. В целях улучшения качества обслуживания все телефонные разговоры записываются. Мы тоже записываем. И сбросился вызов. Пробуем еще раз. Родильного дома номер 5. Снова неудачно. Третья попытка неудачна. Вас приветствует женская консультация номер 3. Пятый раз номер 3 нас приветствует. И? И снова сбросили. Пойдем разбираться, что же не так с этой женской консультацией. Может там какая-то со связью что-то. Мы никогда не отходим от телефона. Мы с вами уже минут 5-10 разговариваем. Звонков нету. Такого не может быть. Почему такая ситуация возникла, я вам сказать сейчас не могу. А вы выясняли? В общем-то, нам не нужно выяснять, потому что у нас все в порядке. Мы показываем сейчас видео, которое мы записали буквально 5 минут назад. Сейчас я это впервые вижу. Вы получали уже жалобы на то, что до вас не дозвониться? Да, были жалобы. За полгода 15 жалоб. Если у нас занято, почему идет сброс тогда? Технический специалист говорит, что такой не был настроен. Просто не могла дозвониться. Только через 3 недели вы записали на прием. Это долго по вашему? Ну, конечно. Ну, обычно, конечно, очередь, она всегда есть. Сколько по времени? Ну, часа полтора. Прямо очередей, чтобы люди стояли и ожидали, такого нет. Сколько вы сидите? С полдесятого. Так это больше двух часов уже? Да, получается так. А почему так долго? Один врач только. Ну, два часа вы не можете сидеть. Должна уже за те минуты через 30, наверное. Уже чуть-чуть осталось 30 минут. Пришла в 8.15 ставить укол иммуноглобулина. До сих пор сижу тут. Укол поставили. Время полдвенадцатого, друзья. В 8.15 пришла девушка. Пустите, ну неправда. Ну неправда. Вы сидите рядом с девушкой, которая пришла в 8.15? Нужно сначала поставить антирезусный иммуноглобулин, потом снять КТГ. Это уже сделано. Потом наблюдать за пациентом. Мы не можем... А кто сейчас наблюдает за пациенткой, когда она сидит в коридоре? Вы, подожди, подождите. Акушерка дневного стационара, все сделала, все, что нужно. Чему у вас сидит пациентка в коридоре? А я не знаю, что она подошла сюда. Надо было там сидеть. Зачем ты сюда подошла? Мне сюда сказали после КТГ. Ну я уже устала на самом деле. Сидеть и ждать. Ну что это такое? Ну подождите, пойдемте я вам покажу дневной стационар. У нас там есть место. Давайте вы хоть отпустите девушку, потом вы нам все покажете. Я вас прошу. Позаботилась эта клиника о своих пациентках. Есть у нас вариант, если вы сидите 15 минут, можно почитать журнальчик. Если сидите час, ну вы, например, вот такой вот книжечек. А если все-таки полтора-два часа, как чаще, то вам Томик Достоевского в помощь. Какому врачу записано? А он то ли заболел, то ли что. Ну раньше предупреждали, сегодня даже не позвонили. Часто тут меняют врачей, говорят? Очень часто. Я знаю, что здесь серьезные кадровые проблемы, потому что то ли один врач умолился, то ли два, и все. У нас хватает людей. Врачей не хватает, очень много народу, вот сколько я сижу, до сих пор женщины сидят, пройти не могут. Половина докторов у вас ушли, это дефицит. Как мне сказали, кто-то увольняется, кто-то в отпусках, и не знаю. Долго пытались сюда попасть? Месяца два. Что делать? Вы вот звоните быстренько в министерстве, кричите, дайте нам, пожалуйста, с другой консультацией врача, у нас очередь вон там огромная сидит. Значит, ну очереди у нас огромная нет. Жалобы есть в этой клинике, конечно, намного, но на персонал, в том числе на психолога и на врачей. Я даже выписала Курбатова, Марина Александровна и врача с фамилией Бударина. Жалоб нет, есть очень много благодарности, это очень здорово. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно. Врачи, с которыми я общалась, очень приятно. Все хорошо. Врачи хорошие. За что точно могу поставить блесток, это за оформление, за уют. В этой консультации не просто чисто, здесь еще и посмотрите, как красиво, картиночки висят. Вы не чувствуете запах краски. Мой оператор, ты чувствуешь запах краски? Все чувствуют запах краски, кроме вас. Это не странно? Вот он, источник неприятного запаха, стоит открытая краска и дверь туда тоже не закрыта. Сейчас мы проверяем туалет. Грязный пол, конечно, могу списать на осень. Вода здесь есть холодная и очень холодная, горячая, нет. И мыло здесь тоже есть. С этим порядок. С самим туалетом все еще хуже. Сюда мы видим, встают девушки ногами, просто потому что здесь нет ни ободка, ни специальных бумажных сидений. Это в женской консультации можно было бы сделать. В этой женской консультации чисто, здесь хороший ремонт, что еще важнее, хорошие врачи, об этом нам рассказали пациенты. Но здесь есть очереди, сюда невозможно дозвониться и есть грязные туалеты, которые не мешало бы помыть. Таким образом, количество плюсов и минусов у нас совпадает, а это значит, что категоричную оценку мы сегодня поставить не можем, но мы сюда обязательно вернемся. Я надеюсь, к этому моменту заведующая решит все проблемы, ведь у нее для этого есть сейчас все. А я напоминаю, от проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучка, Виталий Субботин, Новости ТВК. Поддельный творог, 5 из 13 образцов, фальсификат. Как не ошибиться в выборе, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вы смотрите Ночные новости ТВК, и мы работаем в прямом эфире. Вкусный, полезный, а иногда поддельный. Все это про творог. Ассоциация «Инисейский стандарт» проверила один из популярных молочных продуктов. 5 из 13 образцов оказались фальсификатом. О том, как выбрать полезный творог, расскажем в сюжете далее. Срок годности у нас зависит от упаковки. То есть вот такие упаковки, которые в среде, они допускают срок хранения до 30 суток. Вот здесь написано, что 30 суток хранения. Если мы говорим про вот такие упаковки, то здесь написано уже 20 суток. Упаковка – вот на что следует обратить внимание при выборе творога. От того, в чем именно продается зернистый или обезжиренный, зависит его срок годности. Уже потом смотрим на состав. Молоко и закваска. Из этих ингредиентов по ГОСТу изготавливается творог. Кстати, именно это слово и должно быть на упаковке, рассказывает эксперты Ассоциации «Инисейский стандарт». Если написано «творожок», то это уже продукт творожный, а значит он может быть изготовлен из чего угодно. Его покупать не следует. Творог производится из молока, это самое главное. Второе, там должен быть закваска, то, что свораживает его. Также ГОСТом допускается сычужный фермент и хлорид кальция. Вот это соль, которая тоже ничего не вредит. Фальсификатом оказались 5 из 13 образцов, которые проверила Ассоциация «Инисейский стандарт». Продукты следовали на качество и безопасность из наиболее частых нарушений. Замещение молочного жира растительным, наличие дрожжей, крахмала для густоты и консерванты, которые ГОСТом строго запрещены. Все это может пагубно отразиться на здоровье, говорят врачи. Творог – это любимый продукт для распространения дрожжевых и плесневых грибков. Они могут привести к отравлению организма. По поводу консервантов. Творог – это не консервант, это живой продукт. И содержание консервантов в твороге, оно парадоксально. Также бактерии группы кишечной палочки, если вдруг они находятся в этом продукте, в твороге, то они опасны как выделяемыми ими токсинами, так и распространению в организм человека. Это может привести к отравлению организма, к острым желудочно-кишечным заболеваниям, также к аллергическим реакциям. Образцы творога, которые безопасны, помечены знаком качества сибирской шишкой. Это значит, что продукт прошел экспертизу. И эти действительно полезные продукты можно приобрести на прилавках торговых сетей «Командор» и «Алея». С полным результатом проверки можно ознакомиться на сайте Енисейского стандарта, а также в социальных сетях. Виктория Стеллирова, Александр Тропин, Новости ТВК. Красноярск вошел в топ-5 городов по качеству работ. В сфере ЖКХА цена потребительской корзины в регионе выросла. Подробнее в рубрике «Новости коротко». И первая новость. Потребительская стоимость продуктовой корзины в крае поднялась почти на 1,5%. Об этом сообщили в Красноярск «Стате». Теперь цена минимального продуктового набора, в который входит говядина, свинина, баранина, курятина, рыба, масло, молоко и другие продовольственные товары, составляет около 4200 рублей. Причем динамика стоимости продуктов, говорят специалисты, зависит от объема производства продукции. То есть чем больше ее производят, тем ниже цена. Отмечу, что цена продуктовой корзины в крае выше, чем средняя по России. Это 3729 рублей. И еще одна новость из мира фантастики. Красноярск вошел в топ-5 городов по качеству работ в сфере ЖКХ. Это данные финансового университета при правительстве России. Жители спрашивали о том, довольны ли они состоянием своего дома, благоустройством города и работой служб ЖКХ. Самую высокую оценку получили дали жители набережных Челнов, Тюмени, Грозного, Краснодара и Красноярска. По данным ведомства, довольны состоянием своего дома. Остались 79% жителей нашего города. Сын на столовскую еду особо не жалуется, но вкусная ее назвать не может. В общем, на троечку. 134-я школа. Так это он предлагал школьникам 100 рублей за фото с тараканом из столовых. Интересно, кто обещал платить фотографию крысы в помещении комбината. Самое смешное, что пока работу не проверяли и не требовали работать, то деньги получал и никогда не собирался, как появились признаки ответственности за работу, так как те самые крысы побежал с корабля. Вот так реагирует на новость об увольнении Артема Бадюкова. Также оставляют комментарии по поводу качества еды. В 45-й школе кормят с ведра на второе рыба, которую кто-то уже жевал. Пока такие мнения, но далее прогноз погоды. И на этом наш выпуск подошел к концу. Все сюжеты вы можете посмотреть на нашем сайте tvk6.ru. Всего доброго. Увидимся.